С 1 марта сотрудники ЦГБ активно начали вести работу, результатом которой должно стать прикрепление каждого жителя города к главному городскому лечебному учреждению. На сегодня примерно 13 тысяч ноябрьцев уже написали заявление о прикреплении. Остальные, а это примерно 70 тысяч человек, ничего об этом не знают или не знают, для чего это все нужно. Ответы на эти и другие вопросы в материале Ирины Потехиной. По сути, прикрепление к медицинскому учреждению – это реализация права выбора каждого человека той больницы или той поликлиники, в которой ему удобнее или даже приятнее получать медицинскую помощь. Но так как в нашем городе выбирать попросту нещего, то все мы по факту уже и так прикреплены к ЦГБ и заявление об этом, так сказать, лишь узаконит сложившиеся отношения. Местные частные клиники в этом случае пока не в счет. Во-первых, они работают только за оплату наличными, а во-вторых, не принимают во внимание полисы обязательного медицинского страхования. А это именно тот ключевой момент, который связывает всю цепочку заинтересованных и задействованных процедуре прикрепления. Выглядит цепочка так – пациент, медучреждение, страховая компания. При этом человек делает выбор, клиника лечит, а страховая платит за то количество пациентов, которые прикрепились к больнице. Изменения идут и в здравоохранении, все лечебные учреждения по всей России переходят на одноканальное финансирование, которое говорит о чем? Что финансирование будет только за счет средств ОМС, обязательного медицинского страхования. И финансирование будет идти по принципу, по душевому. Это значит, каждый человек, который проживает в данном городе и прикрепился, на него определена какая-то сумма. Эта сумма будет идти за этим пациентом. Можно подумать, что при таком раскладе заинтересованными в прикреплении пациентов будут только медики. Однако стоит учесть, что полученные больницей деньги в том числе пойдут и на улучшение материально-технической базы учреждения, то есть на оборудование, медикаменты и так далее. И от суммы, конечно, зависит, какой томограф или аппарат УЗИ сможет приобрести больница. Впрочем, если человек не хочет писать заявление о прикреплении, заставить его никто не вправе. Отказать в медицинской помощи тоже нельзя. Он все равно получит помощь, потому что у него есть полис. Полис обязательного медицинского страхования. К слову, если человек прописан в другом городе, но работает или большую часть времени проводит в Ноябрьске, то он тоже может прикрепиться к центральной городской больнице. А если, к примеру, Москвич уже прикрепился к какой-либо столичной клинике, то и это не повод отказываться от услуг местной больницы. Но если вы в Москве уже прикрепились и приехали сюда работать, ничего страшного. У вас есть полис медицинского страхования. Вам будут оказывать всю помощь необходимую. Показания будут, и в стационар положат все. Но потом реестр, как иногороднего, отправят в ту страховую компанию, которая застраховала этого гражданина. Сейчас в ЦГБ заявление о прикреплении можно написать в регистратуре или в кабинете врача. Прямо на приеме медсестра внесет все данные в компьютер, и пациенту останется только поставить подпись. А с понедельника в регистратуре выложат бланки, которые можно взять домой и не спеша заполнить на всю семью. Заявления на детей из взрослой поликлиники будут направлены в детской, а из детской заявления родители передадут сюда. И напомню, выбор медучреждений делается на один год, и если появятся другие, более привлекательные варианты, его можно всегда поменять. Ирина Потехин, Александр Иванов. Новости нашего города.